маринованную рыбу Здравствуйте, друзья! я приветствую вас на своем канале сейчас мы будем готовить маринованную рыбу по казачьей из кефали у нас ее еще называют пеленгаз еще нам потребуется морковка, лук, чеснок, красная паприка если хотите поострее можно взять жгучий красный перец сухая горчица или готовая смесь перцев перец черный горошком кориандр, семена сахар масло растительное уксус 6% и соль готовить просто, не долго рыба получается очень вкусная в первую очередь нам нужно с рыбы снять филе чистить ее не надо потому что мы ее будем снимать полностью и со шкуры тоже сначала обрезаем все плавники чтобы они не мешали и чтобы не уколоться лишний раз теперь рыбу нужно выпотрошить теперь рыбу нужно выпотрошить икру икру откладываем отдельно с нее что-нибудь другое приготовим она тоже очень вкусная внутренность я вынул и теперь нам нужно снять филе и здесь есть два варианта большинство людей начинают резать по спине но я советую резать изнутри так удобнее вот с этой стороны показываю просто вот легче всего у основания головы нож вставить вдоль позвоночника здесь он прощупывается его очень хорошо видно и берем вот таким путем нож вставляем во-первых так невозможно порезаться потому что по спине нож может как-то соскользнуть а здесь четко вставляется вдоль позвоночника за голову держим и начинаем протаскивать его вот и все вот такая филе уже готово точно так же делаем и со второй части вот так все делается очень быстро и удобно вот так голову куда хотите на уху или катам позвоночник тоже или на уху или куда угодно и все то же самое делаем с остальной рыбой все очень быстро ребрышки теперь берем и срезаем аккуратненько тоненько и как раз эту черную пленку мы и уберем вот остатки здесь плавников верхних тоже обрезаем чтобы они не мешали в этой рыбе костей почти нет кроме позвоночника так что с ней очень удобно работать вот и все теперь если бы она была почищенная то шкуру можно было бы вообще не снимать а так как я ее не чистил я мясо полностью сниму со шкуры точно так же делаем и с этой частью ну и теперь снимаем филе берем острый длинный нож и в любом месте посередине под углом и протягиваем его вот филешечка такая получилась так же делаем с хвостовой частью все быстро и просто если хотите чтобы чешуя не мешала то заранее рыбку нужно почистить когда будете вынимать внутренности очень аккуратно разрезаете и очень аккуратно вынимаете чтобы не повредить желчь вот здесь желчный пузырь вот он его порвать нельзя потому что рыба будет очень горькая ну вот столько получилось филе с трех рыбинок это следует учитывать потому что когда срезаете филе отход очень большой мяса остается мало вот так вот получилось теперь это филе нужно хорошо промыть под проточной водой чтобы где-то там чешуя смылась если осталось филе я помыл теперь режем его небольшими кусочками вот такие полосочки получаются так мариновать можно любую рыбу желательно конечно чтобы не было меньше костей а вообще любую даже карася хорошо получается толстолобик прекрасно судак судак наверное лучшая рыба для вот такого метода мариновки если какие-то попадаются косточки вынимаем без них все равно не обойтись теперь мы рыбу засыпаем солью количество соли не имеет значения просто нужно хорошо ее засыпать и перемешиваем чтобы она вся была в соль вот рыба стала уже сразу давать сок теперь рыбу нужно на час поставить в холодильник чтобы она просолилась ну что рыбка просолилась ровно час она подтвердела такая плотненькая стала соль лишнюю воду убрала из нее теперь мы ее высыпаем в дуршлаг ее нужно хорошо промыть от соли и 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 кусочек рыбы попробовать, рыба должна быть малосольной теперь на час заливаем рыбу шести процентным уксусом, чтобы он полностью хорошо покрыт, перемешиваем и еще раз доливаем ну вот оставляем так рыбу еще на час, время от времени ее надо перемешивать чтобы она равномерно промариновалась, рыба сразу начинает белеть, это хорошо пока рыба маринуется займемся овощами морковку трем на терке лук тонко режем теперь берем специи, черный перец ложечку полторы смесь перцев, тут белый, красный, душистый полторы ложечки кориандр две ложки и немного его раздавливаем просто немного раздавить можно этого конечно не делать но так все таки аромат больше выходит вот сейчас уже аромат невероятный пошел чеснок можно выдавить на чеснокодавилке или вот так вот его просто раздавить и крупно порезать теперь разогреваем сковородку наливаем сюда растительное масло и хорошо его разогреваем масло раскалилось высыпаем сюда все специи и чеснок быстренько мешаем чтобы подгорал чеснок не надо он просто должен отдать свой аромат вместе со специями в масло отправляем сюда морковку и перемешиваем перемешиваем так примерно минуту тоже чтобы масло просто впиталось в морковку и все, выключаем рыба промариновалась в уксусе ровно час и мы уксус сливаем этот уксус еще можно оставить потому что если рыба будет суховатая то им можно будет потом немного долить теперь добавляем сюда сахар сахар это по вкусу сахар нужен как усилитель вкуса примерно столовую ложку добавляем сюда сухую горчицу тоже примерно столовая ложка и перемешиваем если есть обычная горчица уже готовая то можно ее добавить добавляем красную паприку если хотите чтобы рыбка поострее была то можно взять острый красный перец сейчас уже рыбу можно пробовать и если чего-то не хватает добавить еще например красного перца или сахара можно еще добавить и по желанию сюда еще можно выдавить свежего чеснока ну и теперь завершающий этап берем подходящую посуду можно взять кастрюльку любой контейнерок банку стеклянную в зависимости от того сколько у вас рыба берем на дно высыпаем лук морковку со специями и выкладываем слой рыбы сверху опять лук морковка морковка и опять рыбка и вот так слоями закладываем пока все не закончится теперь немного сюда добавляем еще уксуса и кто любит ароматное масло подсолнечное то сюда можно еще добавить ароматного подсолнечного масла но кто его не любит тогда можно еще немного добавить обычного и все теперь закрываем вот такая получилась рыбка теперь мы ее отправляем в холодильник мариноваться минимум часа на 4 а еще лучше на ночь и она будет очень вкусная вот такая рыбка получилась мариновалась она несколько часов в холодильнике она полностью готова ее сейчас уже можно доставать и есть это очень вкусно закуска прекрасная 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 ну то есть вот вот плеч и и в вот вот